Фундамент 462-метрового здания Лахте-центра – это мощная железобетонная коробка, опирающаяся на 264 сваи глубиной до 82 метров. Перед устройством фундамента создается котлован глубиной 17 метров. По периметру будущий фундамент окружает стена в грунте – железобетонный правильный пятиугольник. Эта стена сдерживает осыпание грунта и попадание внутрь грунтовых вод. По мере откопки котлована она подвергается огромному боковому давлению. Для удержания стены в грунте создается распорная система – 4 железобетонных диска на опорах. Альтернативой этой конструкции является анкерная система. Проектировщики Лахте-центра отдали предпочтение распорным дискам, поскольку только они позволяют параллельно вести работы на прилегающей котлованной территории. Кроме того, распорная система более экономична. Опорой для дисков служат металлические двутавровые колонны, которые были вмонтированы в 50 из 264 свай. Перед началом откопки по периметру Пентагона устанавливается система водопонижения – иглофильтры. Трубки фильтров погружаются в грунт на глубину 4-5 метров. Через них выкачивается вода из верхнего водонасыщенного горизонта, запертого внутри стены в грунте. В нижних, более плотных глинах воды практически нет, а новые грунтовые в котлован не попадают. Стена в грунте выполняет свою работу. Дно котлована остается сухим. Сначала по внутреннему периметру Пентагона создается арматурный каркас. Вяжется и укладывается арматура. Затем конструкция заливается бетоном. Грейферные экскаваторы, установленные на платформах в углах Пентагона, извлекают грунт из котлована и грузят на самосвалы, которые увозят его на полигоны. По мере откопки котлована поочередно сооружаются распорные диски. Создание одного диска в среднем месяц работы. На этапе заливки бетоном в распорных дисках предусматриваются технологические отверстия, через которые затем подают рукава бетона насосов на нижние уровни. Так заливаются бетоном следующие создаваемые под ними диски. Для откопки земли под дисками применяются специальные мини-экскаваторы. Общий объем вывезенного грунта — 100 тысяч кубических метров. Достигнув запланированной глубины, строители приступают к зачистке оголовков свай. Для того, чтобы удостовериться в монолитности свай, через 4 трубки, заранее установленные в каркас каждой сваи, осуществляется ультразвуковое исследование и дополнительная проверка — выбуривание кернов. Немецкие специалисты берут пробу свай. Полученные образцы бетона проверяют на соответствие проектным требованиям. После успешного тестирования начинается бетонная подготовка — заливка плиты толщиной 30 сантиметров по всей площади котлована. Именно на этой плите собирается арматура для самого тяжелого элемента небоскреба — нижней плиты фундамента, которая является основанием для всей башни. Субтитры создавал DimaTorzok